Дима, ты знаешь, кто это? Пётр Третья Гроли, правитель семьи. Даже в столь юном возрасте Дима, кажется, действительно понимает, семья – большая ценность, раз у неё есть хранители. А у Димы есть реальный пример собственных родителей. Елена и Владимир – единое целое, они даже профессию выбрали одинаковую. Можно сказать, она их и соединила. Учились вместе сельхозколледжи ХГУ, а сегодня там же успешно преподают. Накопленный научно-аграрный опыт применяют на практике. Урожай на их даче давно уже предмет доброй зависти соседей. Не обходится и без разногласий, но тут выручает характер супруги. Знаете, что мне нравится больше моей жене? То, что она легко отходит. Наверное, в каждой семье бывают и моменты глубокого согласия, и разногласия. Вот моей жене нравится то, что она буквально 15 минут, как от оспоров, она отходит. И мне кажется, это идеал, наверное, всё-таки женщины, которая сохраняет семейный очаг. В этом мужчине есть всё. Но достоинств, конечно, у него больше, чем недостатков. Он активен, он жизнерадостен, он умён, он заботлив, он любящий. Всё, что даёт он нашей семье, он развивает семью нашу, он делает её, взаимно хочу сказать, он делает её крепче. Жить и работать сообща – это вообще традиция Чагиных. Несмотря на плотный график главы, он известен своей общественной работой не только в Хакассии. Совещания и командировки, но праздники и выходные – это святое. Всегда вместе и всегда активно. В семье никакого алкоголя и сигарет. К здоровому образу жизни приучают и сына. Футбол, велосипед, лыжи и сноуборд. Бережно хранят в семье Чагиных и традиции дедов. Новый год всегда встречают у родителей мужа, а Пасха – вообще особенный праздник. Мама моего мужа, моя свекровь, она немка. И у них есть такой обычай, или как это называть, традиция, когда детям вечером, накануне праздника, кладут шапку около кровати, а в шапку накладывают различные сладости, конфеты, фрукты, ну и, конечно, крашеные яйца. И говорят о том, что это принес пасхальный заяц.